Здравствуйте, это Александр и интернет-портал KNX24, где мы стараемся собрать для вас как можно больше полезной информации о протоколе KNX. Сегодня рассмотрим процесс настройки KNX-выключателя на управление группой освещения, которая была настроена в прошлом видеоуроке. Все необходимые панели уже открыты и в окне топологии выберу выключатель TENS. Открываю параметры и указываю число кнопок выключателя. Мне потребуется четырехкнопочный, так как в будущем с него будут управляться несколько световых групп, шторы и запускаться световые сцены. У TENS для всех выключателей одна прикладная программа, которой тип выключателя задается в настройках. У большинства других производителей придется загрузить отдельные прикладные программы для каждого вида выключателей. Функцию Multi-touch также включим. В дальнейшем он будет запускать световую сцену, но сцены будут темой отдельного урока. Что же такое Multi-touch? Это некоторая специализированная функция, которая есть в сенсорных выключателях, но не у всех производителей. Она вызывается одновременным нажатием двух и более сенсорных кнопок. Ее очень удобно применять для включения освещения при входе в темное помещение, прикладывая ладонь к выключателю и не задумываясь о попадании по конкретной сенсорной кнопке на выключателе. Время активации Multi-touch оставим по умолчанию, его вполне достаточно. А следующий параметр характеризует яркость светодиодов выключателя. Здесь можно выбрать яркость с шагом 10% или включить дополнительный коммуникационный объект для условных дня и ночи, которым можно присвоить разные уровни яркости. Для ночи рекомендую использовать яркость не выше 10% или полностью отключить, если выключатель находится рядом с кроватью и диоды направлены в сторону пользователя. Блокировку использовать не будем, время задержки запросов, данных после инициализации оставим по умолчанию и перейдем к настройке кнопок. В данный момент потребуется только одна кнопка, которую я настрою в режим переключения. Каждое нажатие на кнопку будет включать, выключать, затем снова включать световую группу, то есть менять ее состояние на противоположное. Перейдем в раздел button 1 и активируем кнопку в режим переключения плюс значения. Будем использовать только режим короткого нажатия. Включить-выключить это один бит данных и в качестве действия я выбираю переключение. Теперь перейдем к настройке светодиода индикации на кнопке выключателя. Здесь на выбор есть несколько вариантов настройки индикатора. Всегда отключен, всегда включен. Мое любимое подтверждение нажатия, это когда диод загорается на несколько секунд после нажатия, а потом гаснет. Состояние соответствующее отдельному объекту, например, по статусу руле, его сейчас и выберем. Также есть возможность отображать цвет и его яркость по внешнему однобайтовому объекту или внешнему rgb коммуникационному объекту, например, для статуса цвета цветной светодиодной подсветки. Для отображения нашего статуса выберем белый цвет, когда группа выключена, и оранжевый, когда она включена. На этом этапе выполненных настроек будет достаточно, и я перейду к привязке выключателя к групповым адресам. Перейдя в панель групповых адресов, во-первых, создадим новый групповой адрес для переключения дня и ночи. Поскольку это будет некая центральная команда для многих устройств, сделаем для нее отдельную среднюю группу в диапазоне групповых адресов. И добавим в нее день-ночь, групповый адрес 1.0.10. Теперь выполним привязки. Адрес день-ночь, переключение. И также у этого выключателя есть отдельный коммуникационный объект для того, чтобы он понимал, в каком состоянии находится световая группа, и посылал правильное значение. Например, если световая группа включена, то следующее нажатие гарантированно ее отключало. Этот объект я привяжу к статусу реле. Также статус я привяжу и к объекту управления светодиодом, чтобы он отображал текущее состояние группы освещения. Таким образом, на этом этапе мы получили самую простую, но уже вполне рабочую инсталляцию, состоящую из одной световой группы, переключаемой с помощью реле при помощи выключателя. А в следующем уроке я покажу, как настроить KNX диммер для плавной регулировки освещения. Если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео уроки, и напишите в комментариях, о чем хочется услышать в следующих видеороликах. На сегодня это все, до встречи!